Друзья, всех приветствую! Давайте продолжим наше видео по защите сада от вредителей и болезней. И в этом видео поговорим о таком заболевании груши, как ржавчина груши. В комментариях под прошлым видео был такой вопрос, чтобы разобрать это заболевание. Действительно, заболевание в последнее время очень сильно распространилось в нашем регионе. Они встречаются практически на каждом участке. Действительно страшно выглядеть. Давайте посмотрим. Вот у нас есть фотографии. Вот так оно выглядит, если смотреть сверху на листья. В данном случае мы видим очень сильное заражение дерева этим заболеванием. Обычно бывает, конечно, поменьше пятен. Это такие вот желтые пятна. Сначала появляются мелкие пятнышки, почти незаметные. Потом они постепенно-постепенно разрастаются. И в дальнейшем они перерастают. Внизу появляются вот такие наросты. Они уже больше похожи на какое-то насекомое. Вот это самое страшно выглядящее такое образование. Вот так они выглядят сверху. На самом деле заболевание не сильно патогенное, не такое вредоносное, как парша, груши. Тем не менее, с этим заболеванием нужно бороться. Бороться, в принципе, с ним очень просто. Обычные препараты можно использовать. Очень важно использовать их вовремя. И, конечно, в этом видео сейчас мы рассмотрим, какие препараты можно использовать. И какие сроки для обработки будут по этому заболеванию. Но для начала давайте разберем биологию этого заболевания грибного. Смотрите, значит, мы рассмотрели уже признаки. В принципе, я думаю, что вы сможете определить это заболевание, когда оно у вас появится. Оно у вас обязательно появится на грушах. И вот мы видим по биологии то, что основным хозяином фитопатогена являются различные виды можжевельника. Древовидный, обыкновенный можжевельник, красный. Ну и другие виды можжевельника, скорее всего, тоже поражаются часто. То есть гриб основную часть времени, основную часть своей жизни обитает в можжевельниках. Там у него развивается мицелий. И можжевельники страдают от ржавчиной груши. Больше, конечно, чем сама груша. Вообще было бы правильно назвать это заболевание ржавчиной можжевельников. Как заражаются этим грибом можжевельники? Они заражаются спорами, которые вылетают с груши, с листьев. Вот с этих желтых пятен, которые на груши, вылетают споры. И они садятся на ветки можжевельника, прорастают, вырастает мицелий. Он обитает в ветках несколько лет. Потом уже на можжевельнике образуются другие споры, которые разлетаются и заражают грушу. Эти споры, они могут перемещаться на очень большое расстояние. Поэтому не обязательно удалять можжевельники со своего участка, соседских участков. То есть эти споры могут прилететь из соседнего района. Если ветер подует, допустим, и принесет, очень легко может вам принести споры. И вообще вот эти споры, они находятся в воздухе, в определенной концентрации, просто повсеместно. Поэтому не стоит ни в коем случае выкапывать и спиливать можжевельники. Гораздо проще сделать обработку. Там буквально хватает двух обработок для того, чтобы полностью избавиться от ржавчины груши. Так, у нас споры ржавчины груши. Они в начале лета, это обычно где-то в июне месяце, вылетают с можжевельников и поселяются на груши, на листьях груши. Потом они прорастают в такие желтые пятна. Все лето обитают на груши, этот гриб. В конце лета с груши споры вылетают и заражают обратно можжевельник. В можжевельнике гриб живет несколько лет. Это такая упрощенная схема биологии этого гриба. Для того, чтобы с ним побороться, нам нужно сделать обработки. И нам рекомендуют, смотрите, препараты Акомулус и Полирам. Но эти препараты мы не будем использовать. Полирам, потому что препарат он токсичный. Его уже сейчас не используют нигде. У него второй класс опасности, видите. Кстати, вот этот препарат часто используют для обработок яблок после сбора, для того, чтобы они не портились. И такие предприятия, которые большие объемы яблок выращивают, им выгодно обработать яблоки этим препаратом, чтобы они не портились. А в дальнейшем эти яблоки продаются в страны третьего мира. Для борьбы с этим заболеванием, ржавчиной груши, мы можем использовать те же самые препараты, которые мы использовали для борьбы с паршой. Вот заходим в наш магазин, любимый вам профи. И вспоминаем то, что в прошлый раз мы рассматривали Скор. Набираем в поисковике Скор. Скор. Здесь у нас есть несколько позиций. Ну вот, мы смотрели, по-моему, вот этот Скор. Этот препарат мы используем для борьбы с паршой на яблоне. Также мы будем его использовать для борьбы с ржавчиной. И будем использовать также для борьбы с паршой груши. То есть, один препарат для борьбы с комплексом заболеваний. Также мы будем использовать Строби, Топсин-М и Хорус, которые мы рассматривали в прошлом видео. Также у нас был вопрос по поводу препарата Фалькон, который задавали в комментариях. Давайте посмотрим. Вот в нашем магазине, Анпрофи, есть фунгицид Фалькон. Фалькон, несмотря на то, что он с 2022 года, по-моему, уже не завозится в Россию. В этом магазине он есть в наличии. Сам препарат, он состоит из трех препаратов. Смотрите, у него действующее вещество. Три действующих вещества. Тебуканозол, триадемиенол и спероксамин. Этим объясняется, собственно говоря, его эффективность. Вот этот первый препарат, спероксамин, он является основным компонентом этого препарата. И объекты, смотрите, какие. Фузариоз, аидиум, фомоз, сапториоз, ржавчина, мучнистая роса. Ну, этот препарат, видите, очень эффективный. В то же время мы видим то, что у него класс опасности второй. Он достаточно токсичный. Его, скорее всего, лучше всего использовать в регионах, где очень большой инфекционный фон. Ну, к дачным участкам это не относится. Особенно в нашей зоне северной. Мы можем справиться с ржавчиной, менее токсичными препаратами, конечно. Тем не менее, если использовать грамотно этот препарат, то, конечно, вполне можно его использовать безопасно. В ранние сроки делать опрыскивание. Да, ну, вот виноград, смотрите, если бороться с аидиумом, да, то там часто приходится, наверное, обрабатывать и сами гроздью уже винограда. Здесь мы можем увидеть просто, насколько виноград, который производители большие делают, насколько он может быть экологически чистым, если они будут использовать этот препарат для обработки уже по грозди. Но это не точно, друзья. Я просто как бы свои мысли говорю. Если вы считаете по-другому, конечно, напишите обязательно в комментариях, потому что я могу тоже ошибаться. Возможно, сейчас виноград выращивают экологически чистый, органический. И используют препараты малотоксичные. Но фалькон, по-моему, не относится к таким препаратам. Друзья, вот сейчас я набирал фалькон, и там появилась у нас свекла. Смотрите, вот в этом магазине можно купить также еще семена овощных культур. Свекла, морковь. Я тоже заказываю семена здесь. Огурцы. Профессиональная упаковка. Качественные семена, которые хорошо сходят. Вот фалькон, свекла, я ее, правда, еще ни разу не сеял. Не знаю, что за сорт, скорее всего. Есть другие сорта еще. Кестрел очень хороший сорт. Поэтому заходите. Вот смотрите, семена. Очень удобно здесь заказать и получить качественные семена, которые хорошо будут сходить. Это не то, что мы купили в каком-то промтоварном магазине семена, которые неизвестно какого года производства. На самом деле семена часто продают просроченные. То есть берут профессиональные семена, которых в большие упаковки, и просроченные. Их фасуют уже в маленькие пакетики и продают. Там, естественно, и продают садоводам неопытным. Часто и такие семена просто не сходят. Поэтому лучше заказывать такие профессиональные семена. Здесь, видите, есть и маленькие упаковочки. 30 грамм, например. 30 грамм 2000 штук. Можно... Ну, свежие семена их можно на несколько лет растянуть. Так, друзья, опять я отвлекаюсь. Давайте перейдем к нашему вопросу. Ржавчина груши. И давайте, значит, у нас скор. Мы рекомендуем для обработки от ржавчины. Также мы будем еще использовать строби. Давайте перейдем к вопросам, которые задавали в предыдущем видео. А предыдущее видео у нас было Порше яблони. Заходите, кто не смотрел. Посмотрите это видео. Здесь очень много интересных вопросов задавали. Давайте разберем несколько из этих вопросов. Вот у нас вопрос. Когда делать первую обработку? Какими препаратами? Хотелось бы знать заранее. Друзья, обработку надо делать всегда тогда, когда заболевания наиболее уязвимы к этой обработке. А это всегда один случай, когда споры начинают прорастать на листьях, на плодах. Вот это самое оптимальное время для обработки. Очень важно правильно определить этот срок. Каждого заболевания этот срок свойств, как вы понимаете. Обычно для Порше яблони это начало июня, самая важная обработка. И вообще весь июнь очень важно делать защиту от Порше яблони, также от Порше груши. И получается, что наша ржавчина, которую мы сегодня рассмотрели, также в июне месяце проводится защита от этого заболевания. Вот еще у нас вопрос, при каких температурах делать обработки. Температуры, друзья, нас мало интересует. Нам важно именно, когда заболевания начинают себя проявлять, когда патоген наиболее уязвим к обработке. То есть нам важно, чтобы заболевание не начало развиваться на дереве. Вот это самый важный показатель. Какая температура будет, друзья? Ну, обычно развиваются болезни при хорошей высокой температуре, около 15-20 градусов. Поэтому обработка Хорусом при низких температурах, ну, я не думаю, что сильно будет эффективно, потому что при низких температурах и болезни тоже не сильно развиваются. В то же время Хорус гораздо лучше работает при высоких температурах, чем при низких температурах. Это тоже надо учитывать. Обработка бордовской смесью – это вообще самый такой древний способ защиты от заболеваний. То есть когда-то еще в Бордо придумали эту бордовскую смесь и использовали для защиты винограда от заболеваний. Потом в дальнейшем начали использовать уже на плодовых деревьях. А потом как-то это переросло в то, что люди сейчас обрабатывают бордовской смесью вот деревья без листьев, просто стволы и ветки. И вроде как это защищает деревья от каких-то заболеваний. В то же время мы знаем, что парша, она развивается на листьях, курчавость листьев, листьев, да, опять же, персика развивается на листьях. Поэтому обработка веток, стволов, коры никак не защищает деревья от курчавости листьев и от парши, яблони и груши. Вот еще интересный вопрос по поводу баковых смесей. Конечно же мы используем баковые смеси, потому что времени всегда мало. Приезжают люди на участок для того, чтобы отдыхать в выходные дни и обрабатывать никому, конечно же, неохота. Поэтому нам нужно сделать минимальное количество обработок и с максимальным эффектом. Поэтому мы используем несколько препаратов в баковой смеси. Обычно препараты все очень хорошо совместимы между собой. Они все имеют кислую среду. И, например, препарат СКОР можно совмещать и даже нужно совмещать с препаратом СТРОБИ, использовать их совместно. У них различный механизм действия, и они будут более эффективно контролировать патогены. По поводу баковых смесей я буду писать в нашей группе Телеграм. Если я сейчас вам просто буду рассказывать, это будет неинтересно и неправильно. Вот еще комментарии по поводу кратности обработок, сочетаемость. Сочетаемость, я уже сказал, что сочетаются препараты хорошо, в принципе. Плохо сочетаются препараты с бордовской смесью, которая имеет щелочную среду. А препараты с кислой средой, они имеют хорошую совместимость друг с другом. В этом проблеме большой нет. Лучше, конечно, использовать несколько препаратов, опять же, для того, чтобы экономить время, использовать баковую смесь. Кратность. Кратность обработок зависит от того, какой год, как развивается заболевание. То есть в один год можно один раз обработать. Бывают годы, когда очень много спор, очень сильно, агрессивно развиваются заболевания, и нужно делать уже несколько обработок. Можно сделать профилактически сразу побольше обработок, для того, чтобы защитить. Но, понимаете, если делать обработки в начале лета, мы можем сделать больше обработок. И тогда у нас во второй половине лета меньше вероятность того, что деревья заразятся. Можем сделать мало обработок в начале лета. Потом нам придется обрабатывать во второй половине лета, когда нам обработки желательно не делать, для того, чтобы у нас не было препаратов в нашей продукции, то есть в плодах. Друзья, давайте, наверное, в этом видео еще разберем паршу груши сразу, потому что время идет, и мы не успеем все рассмотреть. Вот парша груши, она отличается тем, что больше поражаются плоды. Если на яблони поражаются листья и плоды, по большей части листья, то на груши по большей части поражаются плоды. И вот такие вот появляются трещины, черные пятна. Это, конечно, плохо, потому что именно плоды нас интересуют, чтобы собрать урожай. Вот здесь мы видим фотографию, видите, такие черные пятна. Но вот это, скорее всего, не парша, а галловый клещ. Сейчас мы посмотрим паршу. Ну, вот это тоже, кстати, видите, такие черные пятна, это не парша. Даже фотографии с паршой на листьях груши сложно найти. В основном поражаются плоды, опять же, я говорю. Вот видите, это, скорее всего, очень жесткое. У него такие пятна. То, что касается биологии этого заболевания, значит, парша у нас, она обитает на плодах и листьях. Эти плоды, зараженные плоды и листья, опадают на почву. Гриб зимует в этих плодах и листьях, а весной из них формируются споры. И они уже заражают новые листья и плоды. Поэтому, если мы уберем листья и груши пораженные из-под деревьев, конечно, у нас будет меньше заражаться деревья. Препараты, которые будем использовать для защиты от парши груши, те же самые, что мы используем от парши яблони. То есть, это Скор, это Тапсин М, это Хорус. Я советую вам покупать эти препараты в магазине Анпрофи, потому что там хорошее качество. Если вы будете покупать препараты на рынке каком-нибудь, то тут уже, друзья, извините, я не могу гарантировать, что какой-либо будет эффект, потому что много подделок на самом деле. В этом магазине уже проверено, можно купить оригинальные препараты. В Стробе, например, давайте посмотрим. Стробитек у нас здесь есть. Действующее вещество такое же. Есть еще Стробитокс. Видите? То есть, здесь мы покупаем профессиональную упаковку, оригинальные препараты, которые действительно будут работать. Это точно можно гарантировать. Вот у Строби, видите, мы уже видим то, что третий класс опасности. То есть, меньше, чем у Фалькона, он менее токсичный препарат. При этом он очень эффективно справляется и с паршой груши, с паршой яблони и с ржавчиной. В комплексе с препаратом Скор, в комплексе с препаратом Топсин-М, например. Также можем его использовать. Друзья, наверное, в следующих видео мы посмотрим вредители, какие у нас бывают. У нас в комментарии был вопрос про цветоеда. Давайте рассмотрим цветоеда, как с ним бороться. Это такой вредитель, да, он съедает цветочки, и часто большая часть урожая может быть потеряна, иногда даже весь урожай, все цветы могут быть съедены этим вредителем-цветоедом. Также рассмотрим других вредителей и посмотрим препараты, какие можно приобрести в магазине Анпрофи для борьбы с этими вредителями. А на этом все, друзья. Ставьте лайки, задавайте вопросы в комментариях, подписывайтесь. До встречи в новом видео.